Привет, друзья! Снова с вами в эфире HR-блог и я, Анна Несмеева. И этим утром у нас с вами отличная тема. Наконец-то что-то позитивное. Сегодня мы говорим о рынке труда в промышленности, о промышленности на рынке труда и о перепозиционировании, переупаковке всей этой истории. Начнем с фактов. Надо сказать, что в России растет спрос на синие воротнички, на рабочие специальности. И здесь я имею в виду квалифицированных рабочих, а не разнорабочих, никаких грузчиков или чего-то подобное. О них, конечно, тоже пойдет речь, но не они сегодня в фокус внимания. Так промышленные компании активно нанимают персонал по всем срезам рынка труда и по данным Суперджоба, и по данным работы РУ, и там Headhunter, хотя он этим не занимается, там Авито-работы. Все исследователи говорят, что растет и число вакансий, и растет количество предприятий, которые постоянно заявляют о себе на рынке труда. Несколько лет назад мы этого не знали и не видели. Согласно опросу Института экономической политики имени Гайдара, год назад 42% предприятий говорили, что они испытывают дефицит в кадрах. Если мы с вами посмотрим данные весны 2024 года, то вот такой дефицит кадров сегодня испытывает уже больше 60% промышленных предприятий. И, по сути, какую бы квалифицированную рабочую позицию мы ни назвали, безусловно, на нее будет спрос. При этом, при всем, надо сказать, что не просто запрашивают, дайте нам людей, дайте нам людей. Нет. Улучшают условия труда, улучшают социальные пакеты, без конца обучают, переобучают, потому что на производстве в промышленности сегодня постоянно внедряют новые оборудования, новые технологии, новые линии. И если раньше мы, допустим, говорили о белой высоте компании НМЛК, как о чем-то вообще немыслимом, о чем-то каком-то цехе производства, которое просто немыслимых высот достигло, то сегодня новые производства, новые технологии, новые стандарты работы практически во всех промышленных компаниях существуют. И надо сказать, что прям вот очень хорошие деньги. Тут ведь не только число вакансий растет, и гонка, собственно, гонка зарплат, вот эта гонка вооружения, она тоже продолжается. То есть средние зарплатные предложения по рабочим, востребованным рабочим позициям, это больше 100 тысяч, да, 122 тысячи для фрезеровщика, это средняя заработная плата, да. Какой-нибудь газорезчик 112 тысяч, токарь 109 тысяч, средняя зарплата, это не потолок, столевар 106 тысяч, ну, то есть такие очень-очень достойные зарплаты, которые раньше эти люди не видели. И в лидерах по приросту сфера промышленного оборудования, производства техники, станков, комплектующих и, как всегда, нефть и газ. Надо сказать, что здесь ситуация была бы хорошей, если бы рынок труда так же адекватно реагировал на этот запрос, на это число вакансий. Ну, нет. Безусловно, два года многие российские компании говорят о дефиците кадров в экономике. Например, по расчетам высшей школы на российском рынке наблюдается просто огромное количество свободных вакансий. Уровень текучки растет, он самый большой за последние 30 лет. То есть 30, там, больше 30, уже под 40% людей меняют работу в 2023 году. Трудовая мобильность резко возросла. То есть люди идут туда, где интереснее, где больше, где сытнее, где надежнее. И вот для нас, как бы, и для промышленников хорошо, что эту работу стали воспринимать как надежную. Недавно наши коллеги как раз публиковали презентацию, вы найдете ее в группе ВКонтакте, как люди понимают преимущества и недостатки рабочих специальностей. И вот на первом месте такие факторы, как финансовая стабильность. На втором месте внезапно нормированный график, то есть никаких переработок, никаких там вот этих вот сидений по ночам за компьютером. На третьем месте четкие обязанности, а четвертое место делят бонусы, льготы и высокая зарплата. То есть мы видим, что действительно и оптимизация, автомизация, и улучшение условий труда, и общий рост заработных плат действительно делает промышленность гораздо более привлекательным. Есть, конечно, и ложка, такая большая ложка дегтя в этой бочке меда. Одна из главных причин недостаточного числа работников, вот этих вот синих воротничков, еще раз уточню, мы говорим о квалифицированных рабочих. То есть ни вы, ни я завтра, если мы придем на завод, не сможем занять эти должности, у нас с вами не хватает образования, у нас с вами не хватает навыков. Вот, как вы догадались, одна из причин – это низкий интерес вот к таким профессиям со стороны молодежи. Есть расчеты, по которым к 35-му году избыток выпускников высших учебных заведений составит примерно 2,5 миллиона человек в нашей стране. А вот выпускников колледжа и училищ будет не хватать. И их грядущий дефицит составит примерно 3,5 миллиона человек. То есть цифры условные, здесь где-то 2,5 избыток, а тут 3,5 дефицит. По сути оказалось, что российская система как высшего, так и среднего образования оказалась не готова к ситуации не просто импортозамещения и переориентации экономики, но и, как ни парадоксально, к ситуации роста собственного промышленного производства. То есть спрос на само производство, на результаты этого производства есть, и он есть огромный, а вот работать там некому. Ну и, собственно, безусловно, здесь нужно говорить о том, что лидирующие позиции займут те компании, те производства, те, там, я не знаю, промышленные конгломераты, у которых, либо, а, есть очень тесные связи с своими отраслевыми колледжами, училищами, где они готовят людей, со своими отраслевыми вузами, где готовят не там ни библиотекари и ни менеджеров умственного труда, а где готовят инженерно-технических специалистов самых разных. Но при этом, при всем этого мало. Мы с вами понимаем, чтобы человек, молодой человек, там, 16 лет, 17, 18, захотел сделать свой выбор в пользу рабочей профессии, пошел учиться в колледж или пошел учиться в инженерно-технический вуз, мало показать ему статью из коммерсанта или там какой-нибудь отчет. Его нужно воспитывать. Воспитывать его нужно со школы. Во-первых, вот я просто топлю за это двумя руками, двумя ногами, вернуть в школу профориентационные курсы. Я, заканчившая школу на излете Советского Союза, помню не лучшую версию этой профориентации, но все-таки она у нас была. Когда мы ходили по разным учреждениям, предприятиям и смотрели. То есть, с одной стороны, мы трудились, ну, насколько мы могли трудиться, а с другой стороны, мы смотрели, как это все устроено, с чем занимаются на почте, чем занимаются на шпульно-катушечной фабрике, на кондитерской фабрике, в вычислительном центре и так далее. И к нам в школу приходили представители разных и вузов, и разных предприятий, разных научных учреждений. Все-таки школа у нас была специализированная. Да, привет, кто меня слушает. Бывшая 52-я Московская на улице Крупской. И я считаю, это было мега полезно. А до этого, в общем, система профориентации была гораздо лучше поставлена. Я считаю, вот одна из очень-очень больших потерь нашей современной системы образования, это утрата среднего профобразования и утрата профориентации в школе. То есть мы много приобрели с баллонской системой, но вот эту связку мы утратили. Ну и, конечно, если предприятие ведет активную работу со своим регионом, или в регионах присутствия работает с детьми не только через открытые какие-то уроки, экскурсии и тому подобное, но и проводит олимпиады, платит стипендии, делает спецклассы. Мои коллеги, например, из компании «Август», которые производят химию для защиты растений, в своих городах присутствия вот очень активно ведут эту работу, и прямо вот ребята молодцы. То есть не только те, кто делают там самолеты или льют сталь этим занимаются, вот химики тоже. Поэтому если вы связаны с производством, любым производством, для вас, конечно, сегодня, коллеги, задача номер один – это идти в школы. Как в прямом смысле слова «идти в школы», так и в переносном смысле. Через олимпиады, через онлайн-проекты, через образовательные лектории, через книги, через фильмы, через стипендии. И здесь хочу подчеркнуть, что эта работа должна быть постоянной. Это не подать какую-то заявку на премию или не снять презентационный фильм о компании. Это не разовая работа. Результаты мы обязательно с вами получим. Правда, получим их через несколько лет, но здесь уже ничего не поделаешь, ничего не попишешь. Новых работников нужно вырастить. Поэтому я в предвкушении и как бы думаю, что вы можете обратить внимание на государственный проект, нацпроект «Кадры». Он запущен будет с 25-го года. А сейчас уже, например, москвичи могут видеть на улицах столицы билборды, на которых довольно, мне кажется, прикольно рекламируют не только для детей, но и для взрослых, кто хочет пройти переобучение, различные московские колледжи, куда они могут прийти и освоить там новую профессию, рабочую профессию. Мне кажется, это прям отличная идея. Пусть лучше человек работает на производстве, чем будет еще одним бесполезным менеджером. На этом у меня сегодня все. И короткий спойлер. Возможно, даже запишем об этом отдельную серию подкастов. Я на этом с вами прощаюсь, и мы увидимся и услышимся через неделю. Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой. Простые и практические решения для внутренних коммуникаций с Анной Несмеевой. Слушайте ежедневно по будням на площадках Яндекс.Музыка, Кастбокс, Эппл.Подкаст или Саундклауд. Словом, там, где вам удобно. Обещаем, вы не пропустите самого главного. Где вам удобно. Где вам удобно. Где вам удобно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова